Действительно, с одной стороны, человек, если он хочет полететь на самолете, он не должен быть пилотом. Если человек обращается за медицинской помощью, он не должен иметь медицинское образование. Но, кроме того, человек должен быть ответственен. Если человек приходит и берет кредит, и мне вот очень понравился пример про США, что там кредиты двигают вообще экономику. Если человек хочет взять кредит, и он ощущает, что он финансово неграмотен, то ответственно будет с его стороны обратиться за помощью, не знаю, финансовый консультант, финансовый аналитик, как это называется, и взять на себя все те риски и все те плюсы, которые дает этот кредит Ване. Потому что действительно есть вот эти вот, ну как вот, хорошие кредиты и нехорошие кредиты. Если это кредит на развитие бизнеса, на лечение, на жилье, то это один вопрос. То есть, если это кредит на какой-то, не знаю, новый лакшери телефон, что никак, ну, не имеет никакого значения, то здесь уже вопрос, ну, мне как психотерапевту, к тому, что это какой-то, да, это человек не контролирует свои импульсы. Это, по сути, это аналог криптомании, только криптомания, когда человек не может сдержать импульс украсть, а тот человек, он не может сдержать импульс купить за деньги, которые он потом не может вернуть. Ну, в принципе, кредитомания есть такой термин, ну, такой не совсем официальный, но такая ситуация бывает.